здравствуйте уважаемые читатели и зрители канала сады и цветы приглашаю вас на прогулку по моему саду второй декаде августа давайте посмотрим что цветет что колосится что привлекает внимание в конце лета в моем саду прошлой неделе зацвели распустились первые цветы астронного английской осенние астры начали цветение значит скоро осень а этот цветет гибрид роза морщинистой селекции дэвида остина с большими крупными цветками очень ароматными и флокс land hochzeit селекции карла фостера поздний розовый флокс песколюбка коротко стебельный это вот такой фонтан из голубой листвы и голубых метелок примерно полтора метра в диаметре очень красивый декоративный злак который к тому же еще и не сеется абсолютно не дает никакого самосева рядом готовится цвести ли адрес шероховатая вот такие у нее бульбочки бутоны только-только начинает распускаться кстати ее семена я предлагаю в первом комментарии рассылка почты по всей россии продолжает свисти гортензий метельчатый это сорт butterfly вот с такими огромными совершенно стерильными цветками и мелкими фертильными привлекает очень много насекомых буквально позавчера была обнаружена новая нора водяной крысы был поставлен была поставлена вот эта ловушка и сегодня я вот еще оттуда водяную крысу снова поставил ловушку вдруг она была не одна еще несколько прекрасных многолитников семена которых я предлагаю это рубекия гигантская с очень красивыми крупными цветками и сизый красивый овальной листвой а также шлемник с седой с фиолетовыми цветками похожими на шалфей привлекает пчел компанию шлемнику составляют уже отцветающий флок с 1 и делению гибридный желтыми цветками в данном случае собирается цвести коренге шоу модло не видно и уже заложила бутоны скоро они раскроются в желтые светло-желтые цветки колокольчики повторно зацвел флок смуза здесь вот огромное количество бутонов очень обильное цветение а это уже давно с конца июля цветет невысокая astra twilight зацветает очень рано и еще вторая у нее характерная особенность она очень низкая 40 50 сантиметров максимум цветет до сентября а потом у нее появляются пушистые красивые шарики саплодий то есть после цветения она остается декоративной эту астру можно приобрести самовывозом с моей дачи под московье ступенском районе юг московской области ссылка в первом комментарии цветет у василисник амку не могу нарадоваться на невысокий красный флокса ридививус селекции карла постра цветет очень обильно очень долго и как я говорю высота не превышает 50 сантиметров очень компактный сорт для первого плана герами розанна конечно компаньон для многих многих многолетних очень замечательный сорт ну и конечно не могу обойти вниманием розы крокус роз за пилгрим леди ма хамильтон все они сейчас цветут повторно и очень обильно а на заднем плане хорошо видны и белые бабочки простушки кью-гарденс селекции дэвида остена подсолнечника в алистный день от дня становится все больше уже перемахнула высоту два с половиной метра а за ним цветет кровохлебка если я правильно помню black thunder или что-то типа того очень красивый сорт который никогда не разваливается и тоже достаточно высок самый синий из всех фиолетовых клематис of diana's delight декоративно-листная часть моего цветника сейчас первую скрипку здесь играет горец стеблеобъемлющий september spires видите его розовые соцветия они только-только появились и отмечу что другого такого фукси его цвета нет ни у одного горца стеблеобъемлющего мне у него еще очень нравится листья потому что сверху они темно-зеленые снизу более светлого оттенка подкладка и выглядит это очень красиво в любом цветнике рядом опустился на этот цветник и василисник splendid он должен стоять два метра высотой но вот прилег а снизу вы видите очень интересное вырегатное растение это горечник настурциевый дафнис горечник настурциевый дафнис белая кайма красивые листья почвопокровное растение я его тоже предлагаю самовывозом сдачи в подмосковье еще один прекрасный корец стеблеобъемлющий розовая форма разья очень большой куст уже наверное метра два с половиной в диаметре у меня и вот розовые жемчужинки его соцветий буквально переливаются на солнце он очень хорошо сочетается с обычной эхинацией пурпурной которая в этом году тоже цветет просто ошеломительно ну и на первом плане хотел бы подчеркнуть и показать листву астротатарской сорт джиндаи в отличие от видовой высокой очень астротатарской которая может достигать два с половиной метра высоту джиндаи всего 1 и 2 метра зацветает она очень поздно но на мой взгляд вся прелесть не в цветах а вот именно в листьях и побегах которые еще к осени приобретают удивительно красивые желто-розовые тона эту астру я тоже предлагаю самовывозом из ступенского района подмосковья для жителей москвы и области а в этой части цветника я хотел бы обратить ваше внимание на парочку патриньи однотычинковый и пасконика ризенше семена патриньи я тоже предлагаю рассылка почты по всей россии это удивительно совершенно растение вот с такими желтыми цветами потом она становится все зеленее и зеленее и стоит долго украшая сад в соплодиях зеленых соплодиях светло-зеленых очень и очень красивое ледовое растение а здесь мне нравится комбинация флокса pleasant feelings который никогда не цветет у него всегда вот такие зеленые метелки веники лиатрис колосковая который уже потихонечку отцветает зеленая эхинацея джейд беловато-зеленая и розовый очень нежный розовый сорт дербенника и валисного блажь на заднем плане все та же эхинацея и гаура ленгеймера нравится цвести мискантус китайский каскады вот он выпустил уже первые стрелы скоро они распушатся в очень красивые метелки нравится цвести веник коротковолосистый видите у него такие серебристые на разгоне метелочки которые позже станут тоже очень пушистыми практически бриллиантовыми его семена я тоже предлагаю эхинацея нежно-розовая роза the alexander rose тоже селекции дэвида остина еще раз простушка кью-гарденс агастахи алабастер ей в компании белоцветковая форма агастахи и розовеющая гортензия limelight а рядом та самая кровохлебка black thorn или black thunder не помню точно ее название по моему первое было замечательный устойчивый сорт который никогда не разваливается очень высокий оцените его вместе с подсолнечником и валис на еще раз про гортензию я до сих пор удивляюсь что одна из гортензий limelight уже порозовела вот действительно вы видите румянец розовый на ее огромных соцветиях а вторая стоит все еще зеленая розового на ней вообще не видно еще стойки оловянные солдатики моего сада это венник костроцветковый карл фостер вертикаль которая никогда не разваливается белая кровохлебка канадская тоже стоит обычно как вкопанная она только-только начала цвести вот ее соцветия и рудбекия энри эйлерс я ее в этом году немножко обрезал по периферии вот то что осталось центре сейчас цветет и стоит не разваливается удивительно обычно она немножко полегает это рудбекия хороша узкими необычными лепестками о приближении осени говорит и цветение рудбекии блестящий колд шторм и то что зацвел периста щетинник веридисцинс вот такие черные абсолютно черные метелки лисий хвосты его семена я тоже предлагаю уже практически отцвел тербинник пути видны начинают отцветать гелениума цветет гаура потихонечку начали коричневеть метелки остильбы китайской курпур ланса еще один джемчуг на этот раз белый показывает нам горец степлеобъемлющий альба белая форма горца и на заднем плане привык прилегла на соседей кровохлебка pink brushes розовые кисточки действительно очень 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 декоративный сорт к сожалению под тяжестью соцветий она действительно не стоит немножко ложится но это не отменяет ее красоты и конечно в саду в это время в конце августа начале сентября она одна из самых крупных звезд с ней рядом цветет флокс лихтшпиль тоже поздний сорт мелкоцветковые селекции пита удрофа прекрасно сочетается с этой кровохлебкой пасконик это одно из самых привлекательных для бабочек растений сколько помню в подмосковье у нас в саду всегда сидели на нем просто миллионы бабочек и конечно очень много на нем и пчел я всем советую посадить в саду пасконик 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 можно приобрести самым образом из ступенского района подмосковья продолжает свести махровый мелкоцветковый клематис авангард селекции раймонда эвисона он прекрасно справился с нашествием тлей весной сейчас он абсолютно чистый я благодарю за это божьих коров к их личинок я его ничем не опрыскивал природа справилась сама достаточно поздно зацвел пересаженный совсем недавно клевер краснеющий вот такие у него пурпурно-красные цветки они очень крупные они достигают 8 сантиметров в длину и это растение тоже есть у меня для самого роза целом сад сейчас выглядит так спасибо за внимание а Продолжение следует...